Сегодня ты узнаешь основную, ключевую информацию о мире Средиземья. Кратко, тезисно и, разумеется, при помощи Википедии. Без этого вступительного ролика нам никак не обойтись, ведь в будущем мы все глубже и глубже будем погружаться в этот удивительный мир. Усаживайся поудобнее, ведь мы начинаем! Средиземье. Место действия вымышленной вселенной легендариума Джона Толкиена. В Средиземье полностью разворачиваются события Хоббита и Властелина Колец, и частичное Сильмариллиона и Неоконченных Сказаний. Средиземье – центральный континент вымышленной вселенной, а не название всего мира Толкиена, как ошибочно считают некоторые. Толкиен подготовил несколько карт Средиземья и отдельных его областей, где проходят события его произведений. Не все они были опубликованы при жизни. Основными картами были те, которые опубликованы в Хоббите, Властелине Колец, Сильмариллионе и Неоконченных Сказаниях. Большинство событий первой эпохи имело место на субконтиненте Белерианд, который в конце того периода ушел под воду. Голубые горы на правом краю карты Белерианда – это те же голубые горы, которые появляются в левом верхнем углу карты Средиземья во второй и третьей эпохах. Карты Средиземья Толкиена охватывают лишь небольшую часть мира. Не показаны значительные части земель Руна и Харада, а также другие континенты. Толкиен не раз отмечал, что Средиземье находится на нашей земле, точнее находилось в далеком прошлом. Говорил он об этом даже во Властелине Колец. По его словам, третья эпоха завершилась примерно 6000 лет назад. Окрестности Шира – это нынешняя северо-западная Европа. Хоббитон, например, помещен на той же широте, что и у Оксфорд. Впрочем, в ответах на некоторые письма он отзывался о своих историях как о вторичной реальности. Во время интервью в январе 1971 года, когда его спросили, можно ли считать то, что описанное им происходило в иную эпоху, он ответил «Нет, на другом уровне воображения – да». Тем не менее, он подтвердил, что действие происходит на Земле. Сравнивая Мидгард и Средиземье, он сказал «О да, это одно и то же слово». Большинство людей делают ошибку, полагая, что Средиземье – это другой мир или другая планета, как в научной фантастике. Но это просто старомодное слово, обозначающее мир, в котором мы живем, и который представляется окруженным океаном. В конце 1971 года он снова подтвердил, что описанное им – это краткий эпизод в истории Земли.